Металлурга В стартовой 20 минутке хоккеисты Авангарда владели преимуществом и перебросали хозяев льда со счетом 13-3. К радости местной публики количество угроза мячей не переросло в качество. На перерыв соперники ушли при результате 1-1. На точный выстрел Столивара Рафаэля Ахметова гости ответили великолепным сольным проходом в исполнении Александра Попова. Играет нормально, но побольше бросков будет. Водится, водится, больше. Много водится в своей зоне, нельзя этого делать. Потому что шайбу обмечают, берут все, сразу гол будет. Как обычно в последние матчи стараются ребята, пока мастерства не хватает, класса маловато. Плюс новый тренер, вроде как с установками не разобрались еще ребята, но стараются главное. Разговор в раздевалке с подопечными явно лучше провел наставник гостей Мила Ширжига. А мячи вышли на второй период максимально заряженными, усилили давление и в результате за 5 с небольшим минут забросили в ворота кузни две безответных шайбы. Как позже выяснилось, замена вратаря Никиты Ложкина на Илью Сорокина стала поворотным моментом матча. Юный голкипер Стальваров, пусть и не всегда уверенно, но отводил угрозу от своих владений, не давая мячам увеличить разрыв в счете и в то же время позволяя своим партнерам искать счастье в атаке. В итоге на 30-й минуте матча Рафаэлю Ахметову удалось оформить дубль и возродить интригу. Сирена об окончании периода прозвучала при счете 3-2 в пользу авангарда. В перерыве мы отправились в гостевой сектор и спросили у омских фанатов, как жить дальше, если твой клуб терпит поражение за поражением. Я думаю, всегда нужно поддерживать с командой, потому что у вас другой команды нет, у нас другой команды нет. Кто-то новокузнечанин, кто-то амич, кто-то из другого города. Но всегда каждый выбирает себе команду и менять команду никто не должен, это неправильно. И подрастет у вас молодежь, подрастет у нас молодежь, когда-нибудь что-нибудь исправится. Если болельщики могут надеяться и ждать, пока что-то исправится, то у хоккеистов такой возможности нет. Они должны выходить на лед и решать проблемы здесь и сейчас. К счастью, у Столеваров это наконец-то получилось. В начале третьего периода Вадим Митряков сравнял счет, а в концовке Алексей Касауров вывел Кузню вперед. На последних минутах вместе с командой защищались и трибуны Дворца спорта. Когда хоккеисты авангарда поняли, что отыграться вряд ли смогут, они принялись грубить. Капитана мечей Денис Куляш предельно жестко встретил нападающего кузнянца Элегалимова, за что получил 29 минут штрафа от судей и по лицу от Евгения Лапенкова. На этом, пожалуй, интересные события матча и закончились. Металлург удержал минимальный перевес и победил со счетом 4-3. Вера в себя, вера в партнеров. Понимаете, нам уже отступать было некуда, мы отдали все, что у нас было. Приятно, что именно с твоим выходом наступил перелом в игре. Да, это обязательно я или кто, потому что команда выигрывала. А если бы там Вика или Никита, я тоже был бы рад за них. Во-первых, хочу поздравить с долгожданной победой весь Новокузнецк. Ну а ребятам я сказал в раздевалке благодарность, потому что это моя первая победа как главного тренера. Все самые свежие новости из Тана Столеваров узнавайте первыми на спортивном портале Новокузнецка. Не забывайте подписываться на наши обновления, приходите на стадион и болейте за Металлург.